За 8 месяцев этого года следственное подразделение Гомельского региона окончили производство около 6 тысяч уголовных дел. Более половины из них расследовали менее чем за месяц. А причиненный преступлениями ущерб возмещен на сумму около 3,5 миллионов рублей. О самых громких делах этого года и работе следователей в репортаже Вероники Гомзюковой. Мужчине, задержанному по подозрению в убийстве, россиянке в Жлобинском районе предъявлено обвинение. Следователи установили, что 45-летняя жительница Мурманской области купила в деревне Круговец Жлобинского района дом, куда на лето приезжала с тремя детьми. Здесь начала общаться с 34-летним мужчиной, который помогал ей по хозяйству. С ним она и повздорила. Мужчина был нетрезв, ударил знакомую, а затем ее задушил. Чтобы скрыть следы преступления, закопал тело на границе участка. Старших детей в это время в деревне не было. С женщиной находился только младший 6-летний сын. Закопав тело, обвиняемый вышел на страницу потерпевшей социальной сети и написал от ее имени дочери сообщение с просьбой напомнить пин-код от банковской карточки. Узнав пароль, мужчина снял часть денег со счета. Затем сказал сыну потерпевшей, что его мама уехала в Минск. Спустя день предложил ребенку ехать вместе с ним и встречать маму на железнодорожной станции Салтановка. Но когда они туда прибыли, то велел мальчику оставаться на перроне, а сам сел в поезд и уехал в Гомель. На оставленного без присмотра взрослых ребенка обратила внимание кассир станции и передала его сотрудникам милиции. Правоохранители начали искать его родителей. Когда нашли дачу, то увидели на ее территории участок рыхлого грунта. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа судмедэксперты и следователи. В ходе осмотра было извлечено тело потерпевшей, а через некоторое время мужчина, завершивший преступление, был задержан. В ходе допроса он детально пояснил, при каких обстоятельствах он совершил убийство гражданки Российской Федерации, а затем переместил ее тело на участки, где они проживали. В дальнейшем были проведены неотложные следственные действия, а именно проверка показаний на месте с применением видеозаписи, в ходе которой он рассказал и показал при присутствующих обстоятельствах совершенные им преступления, а также конфликт, который предшествовал перед событиями, которые явились причиной сложившейся ситуации. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Направлено международное поручение органов дознания проведения неотложных процессуальных действий. Кроме того, этим же летом было завершено расследование убийства 68-летней жительницы областного центра. Женщину задушили квартирант и его друг, а после похитили часть ее вещей – украшения, деньги. В ходе предварительного расследования следователи допросили более 40 свидетелей, а эксперты провели более 20 судебно-медицинских и криминалистических экспертиз. Следователи могут проводить экспертизы недалеко от места преступлений. В этом им помогают передвижные криминалистические лаборатории. Такие есть в каждом областном центре. Кроме того, они постоянно модернизируются. Однако и преступность видоизменяется. Следователи должны быть к этому готовы. В криминалистической лаборатории собрано все самое необходимое для организации качественной работы следователя на месте происшествия – от одноразовых перчаток до пневма шатра. Она оборудована двумя письменными столами с возможностями использования компьютера, принтера и другой техники. Также имеется возможность отапливать помещения, есть принудительная вентиляция, холодильное оборудование для изъятия биологических образцов и вода, выезды даже в самые дальние регионы страны. Лаборатория или пневмошатер иногда становятся передвижным штабом и кабинетом следователя, так как осмотр в полевых условиях может занимать длительное время. Есть у следователей и георадар. Этот инструмент выглядит как миноискатель. Им изучается небольшая площадь. С его помощью можно отыскать улики в грунте, тайники в стенах. Наиболее часто он применяется для поиска тел убитых людей, спрятанных преступниками. Но бывают и особенные случаи. Однажды оборудование лаборатории помогло сэкономить крупную сумму денег. Следователи ввели уголовное дело, связанное с преступными действиями в отношении дорогостоящих автомобилей. Необходимо было установить номера их отдельных агрегатов, для чего требовалась частичная разборка двигателя в сервисном центре. Стоило это несколько тысяч долларов за машину. Сотрудники криминалистического отдела предложили использовать технический эндоскоп. Его возможности позволяют делать видео и фотосъемки в труднодоступных местах, что помогло следователям выявить и зафиксировать необходимые элементы. Не пришлось ломать голову, где взять деньги. Как видим, благодаря современному оснащению, сегодня следователю сложно поставить в тупик. Вероника Гамзюкова, Игорь Морищенко. Специально для программы «Де-факто». Субтитры создавал DimaTorzok